И поэтому эта дека может косить совершенно любую траву и не будет забиваться. Это очень важный момент. Можете косить в любых замкнутых пространствах. Вам нужно косить такую траву далеко. Сегодня я вас буду знакомить с суперкрутой новинкой. Это отечественный райдер. Да-да, вы не ослышались. Эта машина собирается у нас в России, город Орел. И те технические характеристики, про которые я вам сейчас буду рассказывать, они просто как минимум на две головы круче любого другого импортного аналога. Почему? Ну, я вам в двух словах скажу. Ширина захвата, да всего-навсего-то метр сорок. Один проход сделали, сотки нету. Мощность мотора два цилиндра, 26 лошадиных сил. Моторы будут стоять либо китайские, от фирмы Lansin. Все знают эту фирму, крутой мотор. И также будет стоять американский мотор от компании Keller. Он будет менее мощный, на 22 лошадиные силы. Сама машина, она собирается у нас все целиком полностью. Гидромоторы, механика, металл, сиденья, руль. Даже, смотрите, ручник у нас от ВАЗ-2101. Вся машина у нас сконструирована и полностью собрана в городе Орел. Ну, естественно, силовой агрегат будет импортным. Вот так как вы знаете, моторы такой кубатуры у нас в России не делают. Эта машина, в принципе, является аналогом райдеров с нулевым разворотом. Но чем она будет лучше? Тем, что когда вы управляете ей, вы привыкли, да, вот такие вот машины с нулевым разворотом видеть с двумя рычагами. Один рычаг отвечает за один гидромотор, второй рычаг отвечает за второй гидромотор. Чем мы сильнее подаем давление вперед, тем, соответственно, трактор едет быстрее. Чем мы сильнее давление назад подаем, тем он быстрее будет ехать назад. Если мы одно колесо подаем вперед, а другое назад, он у нас будет крутиться на одном месте, как волчок. Здесь совершенно другая ситуация. У вас есть стандартный руль, как в любом автомобиле, как в любом садовом тракторе. Но, когда вы заводите эту машину и начинаете ей управлять, сейчас... То у нас получается, вот, два колеса сразу и разворот у нас на одном месте. Коробка у нас автоматическая. Едет вперед-назад. Но, что самое интересное, здесь, помимо того, что стоит гидромотор на каждое отдельное колесо, здесь еще есть блокировка. То есть, этот трактор может работать не только вот по такому вот, что мы сейчас косили с вами, но и на болотистой почве. Ведь пятно контакта у этих колес просто огромное. Вы посмотрите на эти колесища. В общем-то, когда мы конструировали этот трактор, мы учли, по-моему, все желания любого потребителя. Чтобы мог работать на уклонах, чтобы мог работать с любой травой. Я имею в виду, хоть по пояс ей можно косить. Естественно, где-то она не будет брать с первого прохода. Когда трава достаточно высокая, иногда он ее будет класть. Ну, в противоход проходите, и все стрижет под ноль. Как вы могли только что видеть на нашем тест-драйве. По сиденью, по удобству, по комфорту. Сам трактор рассчитан на рост человека до двух метров. Сидушка здесь действительно удобная. Она у нас регулируется, как спинка. Можете откидывать ее. Также и вперед-назад, в зависимости от роста человека, который сидит. Да, я здесь даже педаль не достаю. Обалдеть, можно как-то регулировать. Но если вы коротышка, то, соответственно, просто ближе двигаете к себе, и все. По управлению здесь легче, чем на любом автомобиле. Здесь нет никаких коробок передач. Здесь у вас одна педаль, которая будет отвечать за скорость вперед и за скорость назад. Как и любая автоматическая коробка передач, чем сильнее на педаль давите, тем она быстрее едет. Все очень просто. А с обратной стороны вот эта педаль будет отвечать за регулировку высоты кошения. То есть, то, что он оставляет после себя. Минимально здесь можно оставить 2 см, максимально можно оставить 14 см. Поэтому, в принципе, для любых целей он подходит. На деку хочется обратить внимание. Вообще, за счет чего он так круто косит? Здесь стоит специальная дека. Называется она Air Force. Что это значит? Ну, во-первых, если мы посмотрим на нее, то увидим сразу, что дека сварная из листового металла. Толщина деки здесь 1 см. То есть, она усилена и может косить все, вплоть до мелкорослых деревьев. Сама дека будет гулять. У нее есть подкатные колеса спереди, посередине и сзади также. Если мы вот на нее надавим, видите, она вот у нас ходит. То есть, она еще и повторяет весь контур. По неровности какие-то у вас будут встречаться, либо еще что-то она будет повторять контур и плавать туда-сюда. Поэтому, если у вас какие-то неровности, все это компенсирует конструкции самого трактора. Здесь идет привод ременной, естественно, но это очень хорошо, потому что ремень как раз-таки будет являться предохранителем. Если что-то попадет, какой-то там камень, не знаю, металлический пруд, ну максимум что там ремень просвистит, ну прям при криминальной ситуации порвется. Да, больше других не будет. Сам трактор будет стоить ориентировочно около 500 тысяч рублей. В комплекте будет идти только боковой выброс, как раз-таки для скоса огромных территорий. Но отдельно можно докупить сюда мульчирующие ножи и мульчирующую заглушку, если вам необходимо. Также обязательно разработаем травосборник, чтобы этим трактором можно было косить и собирать траву в травосборник. По моторам. Здесь два вида моторов будет. Естественно, мы будем ставить лансин от мирового известного производителя. Это самый крупный китайский производитель моторов. Я думаю, с этим мотором никого знакомить не надо. Это два горшка, это 26 лошадиных сил. Моторесурсный отказ просто бешеный. Ничем не хуже, кстати, чем импортные моторы. Ну а для тех, кто не хочет китайский мотор, будет еще также мотор Келлер. Он будет чуть менее мощный, на 22 лошадиные силы. Но мы с ним тоже тестировали. Косит отлично. Когда вы садитесь на это кресло, у него, не забывайте, еще подлокотники будут и ремень безопасности. Для чего это нужно? Я уже сказал, что сам трактор рассчитан для работы на неровностях. И может косить, почему он будет лучше, чем любой другой садовый трактор, на скорости в 15 км в час. Вот эта вот машина едет 15 км в час и еще косит. Вы представляете, если вы заезжаете на какие-то кочки, вас нафиг вытряхнуть может сиденье. Именно поэтому есть ремень безопасности, которым вы пристегиваете. И сидите плотно на нем, у вас локти лежат, соответственно, на сиденье вам будет совершенно комфортно. Места для оператора здесь просто дофига. Да, я там не крупный человек, но поверьте мне на слово, сюда и садились и по 100 с лишним килограмм люди. И они все в один голос сказали, очень удобно. Сама вот эта вот рулевая колонка, она у нас будет регулироваться. Смотрите, да? Прикольно? Офигеть, да? То есть вы можете спинку отодвинуть назад, сидушку пододвинуть вперед чуть-чуть и уже работать практически лежа. Гоняли когда-нибудь на картинге? Вот здесь точно такая же ситуация. Только это еще все можно компенсировать в работе. Ведь сама машина работает на скорости до 15 километров в час. Из наворотов что здесь будет? USB портал всегда можете отдельно положить, телефон, заряжать его, подстаканники будут. Все это сделано вот с левой стороны. Здесь у нас 3 ампера, поэтому зарядите все очень быстро. Ну и также если водичку надо везти, тоже поставили в подстаканник и возите. По управлению здесь совершенно ничего сложного нет. Спереди, естественно, будет фонарь для того, чтобы ездить вечером, либо в ночное время. Я не знаю, у кого какие там возможности. Многие приезжают поздно с работы. Фонарь включили, светит он бодро, поэтому освещать будет хорошо. Здесь у нас электромагнитное включение деки. Здесь нет никаких вот этих рычагов металлических, механических, которыми включать. Кнопочку подняли, дека включилась. Все это делается. Давайте я вам продемонстрирую, как мы завели трактор. Обороты у нас здесь регулируются. Максимум, минимум. Здесь у нас включается фонарь, сейчас он должен загореться. Ну и также вот смотрите, как включается дека. Видели, да, какой воздушный поток? А почему такой воздушный поток? Я не договорил про деку и почему эта дека может косить вот такую вот траву. Сама дека идет со специальной функции Air Force. Что это значит? Смотрите, давайте с вами рассмотрим эту деку чуть-чуть снизу, чтобы понять. Где у нас идет крепление ножей? Там у нас, видите, вот здесь у нас отверстие, можно палец просунуть. Это втягивание воздуха дополнительного. Что это значит? Когда мы косим каким-то любым садовым трактором, заезжаем в густую траву, что у нас происходит? Сразу потеря мощности, мотор начинает забиваться. Вы это все чувствуете? Если вы косили садовым трактором, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь я в любую траву могу совершенно заехать и потери мощности не будет. Потому что здесь как раз-таки воздуха хватает, дека достаточно большая и еще плюс сверху идет втягивание воздуха. И поэтому эта дека может косить совершенно любую траву и не будет забиваться. Это очень важный момент. Это ноу-хау от российского производителя. И такого ни в одном другом садовом тракторе райдере не производят и не делают. Это запатентованная технология именно российских инженеров. компания «Российск» Вам нужно катить такую траву далеко. Вы это видели? Давайте смотреть, что у нас с вами получилось. Мы косили, по пояс, и самое главное, это не мелкорослые веточки, которые попадаются, это просто заросли травы, и вы отлично видите, насколько круто он справился. Результат просто шикарный. Да, где-то какие-то оставлял ветки, но это вообще просто ерунда какая-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, еще что здесь у нас есть по управлению, да, разобрались. Ручник, включение деки, регулировка оборотов, датчик моточасов. Всегда можно посмотреть, когда сделать ТО. Рама у нас идет... Цельный профиль металлический, вы посмотрите, какая толщина. Но интересно то, что здесь совершенно другой привод, не похож ни на один другой трактор. Здесь стоят два гидромотора, с левой и с правой стороны. Но если вы обратите внимание на любой другой аналог, там есть райдеры похожие американского производителя, либо китайского производителя, то там не будет блокировки моста. И здесь еще плюс у вас есть блокировка моста. И включается она вот этой вот клавишей справа. Это знаете, с чем можно сравнивать? Да с сельхозтракторами, у которых задний мост блокируется. Для чего это сделано? Для того, чтобы эта машина легко ездила на подъемах и также по неровностям и каким-то болотистым почвам. Ведь пятно контакта на этих колесах в совокупности с блокировкой дифференциала будет позволять это делать. В любом случае, это у нас предсерийный агрегат. Мы сейчас будем проходить на нем тест-драйвы. Мы его будем везде тестировать, насколько он хорошо будет справляться, с какой травой будет справляться, на какой почве будет ездить. Обязательно будем выкладывать все наши обзоры и запускать его в серию. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с такой машиной, то можете приехать к нам и посмотреть на нее воочию, ну и посидеть прокатиться. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, пишите на все ваши вопросы, с удовольствием мы ответим. До свидания, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok